Здравствуйте! Ещё одна небольшая посылка с Алиэкспресс. Здесь находятся, как честно заявлено, прямо на самой посылке аксессуары к телефону. Более того, они настолько фирменные, что производитель заявил своё название прямо на посылке. По-моему, я такое впервые вижу, если честно. А нет, Фрисолдер ещё заявлял свой лейбл на посылках. Но это тоже было нечасто. Здесь должны быть стекло и чехол для телефона Xiaomi Redmi 4A. От фирмы Caffel. Или как оно правильно будет звучать? Прошу прощения за мой английский. Давайте посмотрим. Аксессуары не самые дешёвые, но вроде как все их хвалят. Ну как сказать все? Отзывов не так уж много, но те, что есть, положительные. Итак, выглядит это следующим образом. Вот здесь, насколько я понимаю, находится стекло. Очень солидно смотрится. Ну, очень солидно смотрится. Причём это такая толстая бумага, многослойная, что здесь оно даже при всём желании почты не разобьётся. Давайте вскроем. Инструкция. Правда, на китайском, да? Я даже затрудняюсь ответить, что это такое. Скорее всего, для обезжиривания, да? Прошу прощения, для обезжиривания, наверное. Какие-то вещи, да? Как сделано-то, прикольно. Ну, а здесь, наверное, само стекло. Давайте посмотрим. Салфетки. И здесь ещё в одном чехольчике само стекло. Ну да, это стекло. Не плёнка, не обманули. Что тоже радует. Ладно, в сторону. Чуть попозже примерим. Ну, а здесь у нас... О, я отразился. А здесь у нас чехол. Смотрите-ка, упаковка-то шикарная просто, да? Честно заявлено, сделана в Китае. Ну, давайте посмотрим. А, кстати, тут всё цивильно открывается, оказывается. Так, упаковку в сторону. Ну да, это просто небо и земля по сравнению с тем чехлом, который шёл в комплекте с телефоном. Тут даже сравнивать трудно. Чехол непрозрачный, чёрный. Там несколько цветов, по-моему, на выбор было. Но предпочитаю классический чёрный. Силикон, насколько я понимаю, материал. Да? Кнопочки вот так вот реализованы. Так. Что у меня руки-то дрожат? Ну, я так понимаю, это у нас отверстие под темляк. Зачем? Непонятно, но есть. Ну что, давайте примерять. Ну что, я установил стекло, надел чехол на телефон. Как видите, в сборке это выглядит следующим образом. Стекло, к сожалению, довольно маркое. Пальчики хорошо видно. Может быть, здесь будет видно лучше даже. Да? Жирные пальчики остаются на раз. Это минус. Из плюсов, очень классное покрытие на стекле. Не знаю, что это конкретно, но палец скользит просто замечательно. И мне это нравится. И чувствительность у телефона не страдает от стекла. Это явный плюс. Но опять-таки, явный минус это... Сейчас, секунду, выключу. Пальчики. Боже, как они здесь видны, если честно. Особенно на выключенном экране. Так, что касается чехла. Смотрите, как он садится на телефон. Ну, отверстия совпадают. Это радует. Да, вот здесь сейчас на динамике, смотрите. Да. По кнопкам пробежимся. Совпадает? Совпадает. Я бы даже сказал, с запасом сделано. Прошу прощения. Очень здесь тач чувствительный. И случайно на шейфик нечего делать. Да? Всё совпадает. При этом чехол довольно жёсткий. В отличие от того, который шёл с телефоном. Ещё раз покажу. Вот такой вот шёл с телефоном. Он совершенно ни о чём. Он очень мягкий. И когда я его попытался установить на телефон, он, честно говоря, просто болтался на телефоне. Да? Этот чехол, он жёсткий. Смотрите сами. Да? Он хорошо прилегает к телефону. Но! У этой жёсткости есть один минус. Чехол, как бы это сказать, он слишком гладкий. Хотелось бы, чтобы он был более такой прорезиненный, что ли. Да? Чтобы были какие-то засечки под пальцы. А, к сожалению, тут такого нет. Тут всё очень гладенькое. В руках, честно говоря, скользит прилично. Нет, это, конечно, лучше, чем пластик телефона. Но всё равно слишком гладкий пластик здесь используется. Ну, здесь скорее силикон используется. Но, тем не менее, силикон слишком гладкий. Нужны, как минимум, засечки. Производитель, к сожалению, этим не озадачился. Это минус. Ну, вот, пожалуй, и всё, что я хотел сказать. Ссылки будут под видео. Если есть вопросы, задавайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!